Сварка ПВХ-мембраны Logic Base VSL с применением ручного сварочного оборудования Для монтажа системы вам понадобится следующий набор оборудования Ручной фен с насадками разной ширины Комплект прикаточных роликов Щетка для очистки сопла Пробник проверки качества шва Ножницы Выдвижной нож с плоским лезвием Шлицевая отвертка Рулетка Маркер Активатор Технониколь для очистки мембраны от загрязнений Перчатки с латексным покрытием Удалите грязь и пыль с поверхности мембраны В случае сложных загрязнений используйте очистительный состав для ПВХ-мембран Технониколь Важно! Применяйте только рекомендованные типы очистителя Перед началом работ проверьте оборудование Корпус аппарата, отверстия для воздуха и дисплей должны быть чистыми И все пиктограммы отчетливо просматриваться Сетевой кабель не должен иметь повреждений Важно! Применяйте только специализированное оборудование для сварки полимерных мембран Закрепите щелевую насадку при помощи винта для фиксации и отвертки Просвет щелевой насадки должен быть прямым и чистым Нажмите кнопку «Включение» и удерживайте несколько секунд Для сварки мембраны Logic Base VSL выберите температуру в зависимости от погодных условий и используемого по ширине сопла Сформируйте нахлёст не менее 80 мм и выполните частичную прихватку шва Важно! Разогрев и прижатие должны быть кратковременными, не более 2-3 секунд Сформируйте тепловой карман Для этого быстро ведите фен вдоль шва, прикатывая мембрану роликом Выдерживайте расстояние от сопла на 10 мм Выполните окончательную сварку Для этого поместите горячий фен в тепловой карман под углом примерно 45 градусов Важно! Край сопла должен на 3-4 мм выступать из нахлёста Выдерживая дистанцию в 10-20 мм, прикатывайте ролик параллельно к ромке сопла Выполните визуальный контроль качества шва Признаки качественного шва Глянцевая полоса вдоль шва Небольшой выплав материала Отсутствие признаков перегрева мембраны Для инструментальной проверки качества шва используйте специальный пробник Проведите пробником вдоль шва, легко нажимая на него Кончик пробника не должен проникать в шов Разрушающий метод контроля Вырежьте поперек полученного шва полоску шириной 20-30 мм И разорвите соединение руками Разрыв качественного шва должен происходить по материалу Ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм При сварке Т-образных нахлёстов рекомендуется на нижнем полотне в районе сварного шва снять фаски В момент сварки прикаточный ролик следует перевести на ребро И с чуть большим давлением на ролик прокатать данный участок Установите усиление на Т-образном шве Со всех выступающих кромок снимите фаску Затем выполните установку латки с полной приваркой по всему периметру Сварка ПВХ-мембраны Logic Base с применением ручного сварочного оборудования выполнена Сварка ПВХ-мембраны